Приветствую вас. Суть вопроса в том, что мой жених командировочник пишет автор вопроса и долго дома не бывает. Узнала я что там, выпивал, трубку не брал, смотришь в веб-камеры голых женщин и т.д. Я спросил однажды и изменял. Он убежал в среди ночи из дома на этот мой вопрос и сказал, что не нужно. Вот затем помирились. По пьяни сказал, что изменяло и что будет изменять, что проститутки честнее других. Рассказал, как покупал и т.д. Протрезвент сказал, что соврал, потому что досталось с расспросами и недоверием, что я виноват в том, что ему пришлось так жёстко мне соврать. Аргументируя, я сказал тебе то, что ты хотел услышать. Как быть, я не могу восстановиться после этого, появилось к нему отвращение. Я не понимаю, во что теперь верить, если твою вину за свой вопрос и за такой его вопрос. Рассказал ещё тогда, как получал удовольствие и не думал обо мне. Да, мне не хочется жить после таких прогнаний, я ещё и виноват за свой вопрос. Может ли мужчина отзоврать специально, сделать больно, бывший ему изменил и простил, а может он решил отыграться на мне. Или, если пьяный говорит, то всегда правдал. Как на это реагировать, как начать доверять? У меня полный дефонанс. Он сказал, что придумал, но на самом деле слева никогда такого не простил, что никому никогда не изменяет. Уже трезвый. Но как после этого доверять, я не могу с ним спать, представляю, как он изменял. Пою сказать о его командировке, да и вообще уже любого ухода из дома непонятно куда. Он очень психопатичен и я не знаю, чего от него ждать. Хочу понять, могут ли психопаты так методично брать. Когда я спросил, откуда он тогда-то так подробно, что знаешь, и говорить детально, он сказал, что слышал о других. Да и в фильмах так говорят. Уже когда трезвый, я объяснялся. К слову, ему очень нравилось видеть, как я мучно страдал от таких признаний, как я винил себя за такой вопрос. Смогите, пожалуйста, выйти из диссонанса. Этого так хочется доверять, но чему теперь верить? Спасибо. Ну, в первую очередь хочется сказать, что у вас довольно много боли и ее нужно прожить. В этом поможет психолог. Здесь вот прям, что много боли у вас. Второй момент, не совсем понятно, если вы считаете, что ваш мужчина психопатичен, что зачем тогда вы с ним вместе, ну зачем тогда вы с ним в отношениях. Вот. Если человеку нравится, вас мучить и так далее. Следующее, это, конечно, отсутствие у вас внутреннего контакта с самой собой. Опоры. Внутренняя опора. Как будто бы не чувствуется. Из-за чего вы пытаетесь опереться на что-то, вам не операться, но не на себя, а на свою реакцию. То есть, если вы чувствуете, что человек врёт, значит, для вас так оно и есть. Следующий момент, это проблематика с самооценкой, которую нужно решать, и страхом одиночества, мне кажется. Либо быть брошенным. Страх. Вот. Вот такие проблемы в данном случае нужно решать. А по поводу того, специально-неспециально мужчина забрал и может мокрый он забрать, это догадки и точно никто вам этого не скажет. Вот. Чтобы выйти из диссонанса, вам в первую очередь нужно адекватно прожить те чувства, которые у вас сейчас есть. И разобраться в своих, собственно говоря, переживаниях. Чтобы увидеть, что это за переживание, чего вам хочется и так далее. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свободу работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова